добрый день дорогие друзья еду в москву не успел сегодня с вами поговорить на берегу там остались вопросы поэтому давайте попробуем вот такую новую форму я еще много может быть и это время можно будет использовать для того чтобы иметь с вами какие-то отношения я хотя бы просто отвечу на вопросы чтобы не было большой беседы которые вряд ли сейчас возможно все таки так сделать и вопрос следующий там очень женщина уже три раза по моему меня спрашивал о том как я отношусь к овакому ну и наверное в общем то вообще ко всем старообрядцам которые пострадали во времена никоновской как называют реформы и пострадали во временах петра первого я доживу вот в местности которые как раз и была одна из самых старообрядческих здесь вот были эти бояре или князя хавановы которые были лидерами стрелецкого восстания который защищала старообрядцев то есть вот это все но говорить вот конкретно об одной личности того же вакуума я думаю что было бы слишком просто потому что оваком что ваком герой он защищал свою веру насколько правильная или неправильная была его вера сейчас нам с вами установить практически невозможно потому что мы не знаем вообще в какой из старо верчиков или старообрядческих но у нас церквах давайте так назовем он был кому принадлежал насколько я знаю его историю но конечно вот представлял себя как общим заступником старообрядчица против никоновской реформы причем он очень грамотный поскольку таки был одним из тем кто и писал никоновскую реформу но участвовал в разработке и всех этих и в конечном итоге понял что идет не туда и в конечном итоге выступил против того как все это пошло не туда и здесь надо бы говорить о его трагической судьбе потому что мне кажется на и вот его в какой-то степени использовали использовали власть как впрочем мы использовали самого никона я все-таки склоняюсь к тем научным разработками и к отношениям тех кто комментирует их что все-таки это не никоновская была беда и не его желание чтобы вот так репрессивно и так все болезненно проходило потому что при нем в общем-то никаких гонений не начались и сдвиг гонений которые сейчас пишут что они в 1668 году начались так далее он произошел уже в такой в придуманной истории все-таки они начались на 10 лет позже и никон к ним особого причастия никакого не имеют разговаривать о том кто же имеет причастие каким образом это все произошло надо конечно более бы подробно там с какими-то ссылками и так далее но я считаю что во всем виновата софи которые называют сестрой там петра первого но в общем то есть работы исторически о том что она все-таки была матерью и родила петра первого немецкого так мы сейчас называем их принца а потом поэтому я здесь бы в эту сторону пошел потому что основные репрессии рад основные вот а в том числе и сжигание там и все остальное они начались при ее уже вот властных таких возможностях при этом если мы хорошенечко посмотрим как она себя представляла как она писали с иконы где софия видим богоматери предстает а все остальные и служат включая ангелы и а в чин свой она включала вот в том числе и вот этого больштенского принца от которого родила петра я я вот так считаю поэтому говорить о том что вот никон к этому как-то причастен я бы я бы не очень стал потому что и сам никон пострадал из него патриаршиста нам сняли все и анафемы там все все такое его было сейчас об этом карта не говорят в а он почему попал в так если это его реформа то почему он сам от нее и пострадал вот но в речь то ведь идет не я бы не сказал что чисто церковной реформе что церковь здесь из-за церкви так воевали на самом деле на мой взгляд основная проблема в том что таким образом пытались о тех же старообрядцев отнять землю и собственность потому что вот разговор потом пошел о том что если мы ликвидируем все ваши вот такие индивидуальные церкви и церкви так можно сказать а их было даже в справочнике священника на 19 века начало 20 там больше 300 было разных направлений но по существу по моему в каждой местности было своя определенная религиозная это и это давало возможность православия пока она не было вот прямо так так вот все покрыто патриархией епископом но сейчас если мы с вами посмотрим все таки есть единообразие в служении а вот в управлении тоже большие разности там например я знаю что тверской митрополит начал служить на русском языке как будто он славянского не знать но может быть просто так неправильно или его священники подписали значит письмо в защиту заключенного ну то есть тоже отличие от патриархийной линии политической можно так сказать вот вот такая перестройка церкви которая влияла на организацию жизни старообрядцев это серьезное влияние потому что у них вот делание является частью служения и поэтому они естественно очень активно его развивали и причем были очень в этом успешно если мы с вами посмотрим некие итоги перед революции 17 года то самыми успешными были вот как раз можно так сказать корпорации старообрядцев которые создавали финансовые структуры убрали значит отдавали друг другу кредиты строили предприятия и так далее какое-то время было позволительно единоверие и там вступите ты уже можешь не называться старообрядцем но ввести службу по старообрядчеству одно время даже в гильдии в купеческой запретили вступать старообрядцем надо было в единоверии перейти многие старооберы так и сделали экономическая выгода была важнее чем это вот передел собственности между можно так сказать настоящими рюриковичами и рюриковичами которые искусственные и немецкие мне кажется был основной причиной вот этих репрессий и вот таких отношений старообрядцем потому что земли принадлежали старым князьям боярам там все остальное и церковь была на их стороне и если ее не репрессировать то ты не сможешь каким-то образом эти земли подобрать под себя что в общем-то требовалось новой власти переделки вот того петровской этой системы но мы видим что в конечном итоге дошло до того что сжигали и сжигали а у нас вот например в нашей местности не сжигали там старообрядцы сами заходили в церкви забирались и умирали все с голоду такая была форма сопротивления в огромных количествах но не таким образом сопротивлялись но если мы с вами задумаемся и теперь исторически видим почему до этого никому не было дело что в конечном итоге все равно власть перешла в руки немецких романовых так будем говорить то все в общем то понятно дальше то так и было и петр церковь поставил на место объявив что больше нет есть сенот и все цари время от времени укорачивали возможности церкви отбирая у нее собственность земли власть судебную власть отобрав и все остальное то есть в конечном итоге эти репрессии явились тем чем у нас сейчас церковь является то есть вот таким неким придатком при государстве они самостоятельные структуры до вот этих петровских времен все-таки церковь и даже государство можно было считать как византия в какой-то степени церковный хотя не скажешь что там наши цари прямо вот все что хотели патриарх то и делали мы знаем что и до петра несколько патриархов погибло и митрополитов борьбе с царями вот и князья подпадали под опалу поэтому здесь в общем то здесь говорить нечем мне что вот как говорится видится почему сейчас вот такие возникает что ли лица сопротивленческие как некая ориентир на то чтобы как-то себя вести что-то такое делать потому что действительно такая ситуация назрела где люди много недовольства есть недовольство церкви деятельности там патриарха деятельности митрополитов некоторых и так далее и поэтому в принципе действительно сопротивленческий настрой велик и люди хотят либо вопросов иметь либо и пить ту позицию которая дает им право находясь в религии в церкви совершить свой подвиг и пример вот вакуума там боярани морозовые остальных он может сейчас иметь значение в этом плане что укрепляет каким-то образом вакуум к сожалению ничего не добился кроме вот на мой взгляд своего действительно героического окончания и я думаю что я не знаю вот он у старообрядцев введен в состав святых или нет возможно даже и такое его окончание может ли он быть сейчас примером для такого сопротивления ну на личном плане может быть вот на личном личном плане но я не вижу что вот агрессивные формы какие-то вот где ты себя ведешь агрессивно какие-то эти что они приносят некий такой пользу мы видим что у нас так же как вакуум погибли наши апостолы христос смиренно ушел на крест и многие-многие святые без всякого такого и они больше принесли с другой стороны мы знаем тысячи репрессированных после семнадцатого года кстати старообрядцы очень сильно повлияли если вы хорошенечко разберетесь то там в состав правительства вошли старообрядцы и значит в идеологическом и многие дети в том числе политические были старообрядцы их если в начале революции как-то нет то вот при Сталине например очень много пришло старообрядцев руководство и в какой-то степени они вот к этим годам относились после тридцать девятого года особенно вот поэтому мне кажется что вот не знаю вообще честно говоря не знаю себя в данной ситуации я вот живу как живу так вот и живу вы уж как-то сами по силам разбирайтесь что вы можете какие у вас возможности какие силы но в губительство это свое тоже вот или в губительство кого-то за то что вы боретесь за какую-то особую религиозность и так далее я бы тоже не рекомендовал потому что живые молитвенные любящие вы всегда полезней для нас для Господа и для государства вот так маленький ответ спасибо за внимание попробовал в машине не знаю что из этого вышло но вы уж сами оценитесь можно так разговаривать или нет здоровья всем радости аминь это угол так